МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Время деловых новостей на канале ОТС. В студии Борис Киргенеков. Здравствуйте. О новостях из мира экономики, финансов и бизнеса в ближайшие несколько минут. Санкции России против Турции могут затронуть отельный бизнес и систему государственных заказов. Об этом пишет коммерсант со ссылкой на собственные источники в правительстве. Речь идет об остановке импорта работ и услуг. В запрете российским юридическим лицам заключать контракты с профильными турецкими контрагентами. Контролировать применение санкций может Росфинмониторинг при участии Центрального банка. Запреты могут быть распространены на гостиничный бизнес, деревообработку, обучение пилотов, а также госзаказ в любой отрасли. Коммерсант отмечает, что проблемы могут возникнуть у до сих пор незатронутого санкциями рынка самостоятельного бронирования отелей. Промышленное производство в стране за этот год сократилось на 3,3%, сообщает Росстат. В ноябре добыча полезных ископаемых снизилась за месяц на 0,1% против роста на 1,5% в октябре. Промпроизводство в вырабатывающих отраслях сократилось на 5 с лишним процентов. Похожая ситуация в воспределении электроэнергии, газа и воды. Здесь показатель за месяц упал на 3,5%. Зато добыча газа в стране растет в ноябре на 6 с лишним процентов. Минтранс подготовил проект приказа о запрете эксплуатации с 2016 года грузовых вагонов с продленным сроком службы. О том, как это скажется на логистической отрасли и на потребителях, деловые новости поговорили с представителем одной из крупнейших в стране компаний, занимающейся грузовыми и железнодорожными перевозками Дмитрием Бауковым. Введение полного запрета на продление срок службы грузовых вагонов в свете относительно недавно принятого решения о продлении срока службы вагонов через модернизацию, на наш взгляд является по меньшей мере непоследовательным, несвоевременным и нецелесообразным шагом. И мы справедливо полагаем, что запрет не сможет стать эффективной мерой стимулирования спроса на инновационные вагоны, поскольку в текущей экономической ситуации покупка новых вагонов по реально завышенной стоимости является для операторов последней рассматриваемой возможностью пополнения парка. Такой вагон при нынешних ставках не окупается за весь относительно недолгий срок его службы. А производимые сегодня так называемые инновационные вагоны не отвечают требованиям участников рынка ни по качеству, ни по надежности, ни по универсальности запасных частей. Также у них гораздо выше стоимость обслуживания и ремонта. Что касается прогноза по дальнейшей ситуации на рынке железнодорожных перевозок, я напомню, что в пиковый сезон спроса на подвижной состав в августе-сентябре этого года мы уже сталкивались с относительно небольшим дефицитом вагонов. И это привело к тому, что грузоотправители были вынуждены жаловаться на операторов, в том числе на нас, на первую грузовую компанию, федеральную антимонопольную службу. Запрет продления вагонов приведет к дефициту в гораздо больших объемах. И, как следствие, к повышению цен и на перевозки, и на конечную стоимость продукта. То есть отразиться на всех нас, потребителях. Индекс настроения россиян теперь будут ежемесячно измерять ученые. Финансовый университет при правительстве страны опубликовал первый индекс социально-экономических настроений населения. В ноябре индекс снился почти вдвое до 1,8 против 3 в октябре. Социологи зафиксировали отрицательные значения в Курганской, Омской, Новосибирской областях и в Хабаровском крае. Новый индекс – это комплексный показатель, который говорит об экономических предпочтениях населения. К примеру, готовность брать кредиты, делать накопления, тратить деньги, покупать товары или недвижимость. Рассчитывается по следующим оценкам. Материальное благополучие населения, динамика доходов, уровень потребительской и финансовой активности. Турпоток России увеличивается. Резкая девальвация рубля помогла привлечь иностранных туристов. Российский Союз Туриндустри посчитал, что за 9 месяцев иностранцев прибыло на 13% больше, чем в прошлом году. Всего было зафиксировано больше 2,5 миллионов поездок. Самые частые гости из Поднебесной – почти четверть от всего количества приезжих. Число туристов из Германии осталось на уровне прошлого года – 12,5%. Доля путешественников из США составила 6%, из Великобритании – 4%. Нет преференциям Рософиация решила урезать программу поддержки межрегиональных авиаперевозок на следующий год. Меньше будут субсидировать маршрутов и авиакомпании. Из списка исключили некоторые полеты из Иркутска и между Омском и Новосибирском. Также чиновники сократили господдержку части рейсов из Иркутска и Якутска в другие города за Урале. Отменяется субсидирование полетов между городами-миллионниками – Новосибирском и Омском. В перечень направлений с господдержкой дополнительно включены маршруты из Тюмени, географически относящиеся к Сибири, но формально входящие в состав Уральского федерального округа. Из Новосибирска в списке указаны 10 маршрутов. И в рубрике «Цитата дня сегодня» представитель Следственного комитета России Владимир Маркин. Чиновник заявил, цитирую, «У Следственного комитета нет цели возбуждать как можно больше дел, а тем более кошмарить бизнес». Так Маркин ответил на высказывание бизнесмена Дмитрия Потапенко. Предприниматель на Московском экономическом форуме резко раскритиковал российское правительство за сложную экономическую ситуацию в стране и отсутствие новых возможностей для ведения бизнеса. К этому часу у меня все. Следите за новостями на канале ОТС. Мы рассказываем интересно об интересном. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова